здравствуйте друзья сегодня все еще 14 июля из-за дикой жары прячусь в городе и чтобы не терять время знакомлю вас с уникальными садоватами хотите получать сейчас вы увидите одного из моих друзей причем знаете как бывает это у меня практически все они такие что я горжусь в должность спецназовец человек близкий к церкви удивительный садоват давайте смотреть вначале вылетал под язык и поговорим о нем почему значит многого добился сам так знаком с наверное десятком самых уникальных садоводов россии и хотя некоторых из них уже на том свете это знакомство как бы перешло в виртуальную плоскость и мы умерших не забываем часто о них вспоминаем и это придает нашему общению какой-то дополнительную яркость но бывает всякое в данном случае где-то когда-то пересеклись пути немытого со мной и еще с одним товарищем которые вас познакомили именно его письмо ко мне сыграла огромную роль фактически приоткрыла завесу я выражаю огромное уважение к александру алексеевичу немытого так проверяю запись идет давайте вначале посмотрим что такое волшебные руки извините не умею разворачивать это не все это не все вот друзья сейчас он выброс отсюда то поймете почему я начал с него хотя вот еще видите еще красота еще красота это было следующее письмо от него вот тут пока декса нет ничего найдем вот смотрите видите вот это я так понимаю работа как бы особая работа одухотворенная вот видом этой церкви дорого и вот этот текст смотрите получил пассивом семян абрикоса сеяние с номер 0 и нормально произрастает на территории храма покрова пресвятой богородицы села покровка новосергиевского района аренбургской области вот где он живет возраст 8 лет средний рост и болезнями не поражался периодичность и повышения плоды и средние 35-45 грамм опушение отсутствует после качества высокий просто делятся легко отобран после повышения за хорошее хозяйство и качество отличительная особенность розовый цвет плодов никто не проходит мимо все становится пролюбоваться плодами ну что давайте еще раз посмотрим вот такая красота висе юристы волшебник это еще не все давайте посмотрим еще не видели смотрим и так все видишь совершенно другая форма плодов полюбовались вот 1045 грамм пикантный вкус вот болезнями поражается цвет оранжевого красным бочком средний рост и скороспелый и тоже на территории храма здорово ну и наконец вот еще замечательные фотографии так где изображение нашего друга так и так не обратил внимание текстом есть или нет и у фотографии у меня есть надберенный тело у меня есть специальная фото галереи все разбросано и так дело в чем друзья сейчас мы с вами благодаря я фактически вот это есть я вам представил уникального человека вот все это руками связано все и руками помощника церкви это все очень здорово теперь заходим сюда как получилось значит я это отдельная тема вот это я получил сегодня буквально вот эту фотографию да это один из сыновей манчжорста вот помните эти злобные выпады обязательно бросаются дичьки а тут получилось наоборот дичька вышла вот это вот ну тут и перекрестное пыление тут и ментор тут и все что угодно хотите думайте как хотите но я вижу что он практически превратился в бомора но почему я эту фотографию тут я вздрогнул и подумал ну-ка давайте вернемся еще к этой теме смотрите и так теперь мой друг Немитов выступает другой роли он все знает он много знает и это письмо оно сыграло большую роль я бы сделала великое открытие потому что откуда бы я так вот вникал бы в это дело и так он пишет Немитов братцы Игорь Константинович сейчас делаем крупнее сегодня общался с известным вам Ваулиным Александром Юрьевичем у нас сегодня мороза до 38 тревожная засада Александр Юрьевич сказал что не переживай только за ваши абрикосы плоды у них по-прежнему вкусные генеративная почка выдерживали просто более минус 38 то есть видели да 38 и дальше самое интересное плодоношение 40 кг в среднем а сад у него молодой почему потому что Александр Юрьевич выросил 8 семян даже не так не семян а семян я ему однолетки высылал цветки выдержали возвратные морозы 7 градусов так семянцы ни разу не поливались 7 но вместе будет 8 или 9 семянцы ни разу не поливались не обрабатывались от болезней и вредителей это и есть технология железного который слава богу первый и пока последний ученый это перенял защитных полос нет кстати мандерские абрикосы о которых идет речь это мандерские абрикосы они не только что нуждаются в защите они сами могут быть защитой от более нежных сортов и абрикосов до того что он не персик или груз ябл вот такая у него мощь защитных полос нет миссис открыт я сказал что абрикосы помогают выживать мощная корневая система сейчас мы к ней подойдем центральный корень качает большой глубины своеобразный антифриз напоминайте слово антифриз придумал я потому что чем глубже землю тем больше концентрация минералов и солей и тем она засасывается корнями в дерево это придает большую водостойкость самому дереву тогда я и придумал что это антифриз для выживания морозный период видите уже пошло бы народ это воображение выразил надежду что это поможет пережить и нынешнюю зиму передает вам большой привет и благодарность за ваш труд но я с большой радостью доношу это все до вас ведь я даже специально подчеркну то есть вы понимаете что какую-то роль я сыграл какую сейчас посмотрим а я с большой радостью доношу до вас понравилось вам что-то с моей книжкой с уважением аниме книжка понравилась но дальше начинается следующее и так друзья мы с вами попадаем в уникальный мир вот уже ученый мир тот самый который параллельно с нами но к сожалению не пересекается не пересекается сейчас мне надо знаете что мне надо будет наверное разобьем на две части так почему потому что есть вот та причина и так вот она лице так и мы попадаем на вот здесь наоборот уменьшим как все вошло а и так значит ионационная разработка по теме мы сейчас будем не просто ассетировать ученого ученого да но мы будем постараться понять что мы можем взять от человека что он взял этот человек ученый взял от меня от железа вот и что в результате получилось это такая компромисс который я не совсем согласен причем по кардинальным вопросам и это очень нужно знать и понимать потому что я представляю собой другую параллельную вселенную это дачное садоводство вот а для дачного садоводства все это никому здесь не нужно да я знаю что иногда время от времени ученые выносят свои на общий суд свои какие-то разработки так но в целом ситуация в стране совершенно не меняется вот это изменяется в нашей стране но с моими поправками я серьезно говорю сейчас сами поймите и так значит его работа вот она я потом покажу ее целиком а пока чтобы не отвлеклись я выбираю самое главное и так инновационная разработка по теме закладка промышленные плантации абрикосы генеративного способа предлагаясь институтом агро-экологии филиалом пббббббббббббббc Valin m Невгарского галу авторы разработки вот воулин Александр юрьевич доцент кафедры агро-технологии селекции семяновости кандидат сельхознаук. Второе. Инновационная разработка относится к области сельского хозяйства, а именно к садоводству и может быть использовано при закладке плодового абрикосового сада или озеленения на северных пунктах. Наша разработка, пишет он, предлагается на замену традиционного способа закладки абрикосового сада в суровых условиях в средней полосе России. Которые в настоящий момент применяются для этой цели. По нему в питомнике выращивают саранцы прививкой на разнообразные подвои и ими закладываются абрикосовый сад. В нашей разработке мы представляем концептуально абсолютно иной способ закладки абрикосового сада. К сожалению, тут на золотых шашковках металлургах я все время переживаю. Ну, конечно, садоводо-любители, жаль, 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 жаль. Предлагается делать закладку сада посевом костик от культурных и вот тут уже начинается не то. Это очень важно, потому что ну, хорошо. Да, это было взято все с открытых этих есть у него доклад сенсационный в ученом обществе и в данном случае речь идет о реферате. То есть вот его конкретная работа. И она из рассказа индустрика откуда я это взял? Он же мне ничего не пришел. И вот получается с этого момента нам придется немножко вернуться к истории. Почему? Предлагается делать закладку посевом костик от культурных, а не собственных абрикосов сразу в саду. Сразу в саду, да. Но от культурных. Вот тут он, конечно, неправильно сделал, и он не прав. Дело в общем. Вот. Если просто взять. Более надо как-то глубже копать. А что мы можем сейчас сделать, друзья? Мы сейчас можем манджурский абрикос. Абрикос манджурский. У меня надо фотографии посмотреть. Вот. Ну, пусть некоторые фотографии. Вот это мое, да. Сейчас поймете. Это тот самый, это, так, фотография 2006 года. 17 лет назад он давал уже тысячи ведер. Это патриарх. Он на самом деле выдающийся личность, как личность, как вообще это чудо еще нет. В прошлом году его исполнилось 40 лет, и он выдал 40 ведер, причем не все было особо, но я показывал. И вы все это видели необычайно. вот его история такова. Вот это другой вот, это вот же. Вот. Вот это, видите, написано манджурский. Ну, тут попадается крупнокос. Рядом растут другие эти сорта, которые являются его мужьями, так сказать. Ну, а дальше вот это вот, видите, вот это его сыновья. Помните, вот он в лекции. Вот человек прислал вот это. Вот это у вас. Но это даже культурный, потому что он родился уже от семечки от его потомка, который уже имел культурного папу. А вот этот нет. Этот нет. Так, сейчас надо найти, где я был. Где я был, где я был. Выдите легко вот там, вот здесь. Видите? Вот это все сверху областники сорта. Сейчас поймете, к чему я. Это разные деревья, это они его сыновья, это все такое, некоторые абсолютно сладкие. Вот этот абсолютно сладкий. Вот. Вот этот абсолютно сладкий. А это нет, это сам патриарх. Фотография старая-старая, я делал для Барканского института грабель по дням. нашего друга ученого Расулка Лозы Гаскобилова. Вот. Это тоже идет, прям, 2006 год. Вот. Это все потомки, это потомок. Это все пока неинтересно. Подумаешь, шалка, как с Абрикос. Вот эти уже гибридные пошли. Вот. Запомните, друзья, вы видите вот такие вкрапинку? Это всегда гибридные. гибридные гибридные смешанные. Вот. И все потомки, все разные, четко-месячные. Ой, а тут не стоит достойка, боже, ты мой. Да и можно быстрее. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот у меня их нужно. Вот все очень вкусно. даже под страхом облава таких веток страшно. Я все равно ничего не формирую. И всем своим гостям, друзьям, и с этим моим учеником, у меня их сотни тысяч. Наш параллельный мир это мой мир. Я запрещаю подходить секатором к манджорским абрикосам. Видите, как она такая. Когда вы закончите? Это прям секаторинский гор. лески сущи подбой манджориста. Тоже, о котором говорила, приводит уже украина. жертвы. Это в разные годы. Некоторые повторяются. Так. Ну и когда вы кончитесь? Нет. Дерево отдельная ветка. Знаете, сорт канала 2-1 на ветках разные годы. Дерево одно, а плоды разные. Вот. Сейчас я я начал издаля. Почему? Мы подходим к уникальным понятиям. К уникальнейшим. Так. Надеюсь, вы не выглядите. Смотрите на сколько ведра. Вот эти все ведра она заполнила где-то за час-два. Вот. А все это снимало телевидение. Это все по-честному. Вот. Посмотрели на это что? Это два черного урожая и вот это мой помощник. их. Ну, когда вы хотите. Собрал я всех миллионов кустичек. надеялся что им пригодятся всем несут в Россию. Видите, маленькая часть. Маленькая, маленькая. Все. Любовались. Теперь возвращаемся. Почему? Сейчас поймете. Инновационная разработка. Сейчас я потом ниже покажу уже что он добился с моими этими. месяцами. Как он при этом умудрился. Ну, потом. Итак, что получается? Где это место? Самое дело. Я считаю совершил ошибку. Преувеличивая. 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 Так, с ровным условия. Абсолютный способ. Он никакой не иной. Это просто садим косточки и ждем. Кстати, вот то, что он предлагает абсолютно способ. Делать закладку посевом косточек. Пока остановимся на условия посевом косточек. Значит, посевом косточек занимается тысячи, а может быть, и десятки тысяч лет с удовольной. Начиная с самой первой. Вот. Ничего такого нет. Значит, от меня он услышал двадцать лет на двадцать в будущем. Что сажай густо. Видели вы его говорили? Вот. Сажай густо. Лучшие из лучших остаются навсегда без пересадки. Вот. А то, что предлагается. Написал бы предлагается нами железом. Вот тогда было бы все по-честному. Это тоже было бы не совсем правдой. Потому что понятно, что человек где-то садит сто гусочек допустим. Выжил опять. значит, они чем-то отличались от тех девяносто пяти. Более крепкие наморожки. Более это самое устойчивое. Например, влажность терпеть ненавидят. Получилось пять, да? естественно, естественно, что человек пересаживает. Если там, где сотню садил, всего пять выросло. Вот они растут. Вот это самое надежное. А здесь это преподносится как открытие настоящего. Вот с этим мы разобрались. Предлагается посевам косточек. Сразу в саду и на место постоянно разобрались без врача и на селье и готовность. Но иногда я думаю так. Мы сильно обижаемся в науку. От нее прилетало ко мне редко благодарность и больше грязи. Вот. И мы это уже выведем. Но я хотел почекнуть такую же вещь, что если уже получается, что он преподносит это как открытие. Так. Предлагается значит за нее никто не предлагал. Железу не предлагал. Вот. У меня теперь получается, что ученые всегда через пути через питомники все прогоняли через теплицы. А тут впервые такой дострашный успех. Успех страшный я вам потом покажу это. Да. Согласен. Но причем тут эта самая новая технология понятна. У меня успех был так, что уже сожгли промышленный сад, уже уволился из завода, уже на пенсии. Жить надо. Вот он питомник рядом, 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 рядом. Вот они привиты, в основном привиты. Это был мой конек. Потом смотрю, на добрый дух, явно вырвенный. Прекрасный саживание выделяется. На другом, третьем остальное продавал, или рассаживал, когда землю прикупом рассаживал. естественно, весь садовый мир работал. Весь. Поэтому тут я не вижу, правда, наука настолько параллельна сами, что там ученые, ради которых все это преподнесено, это же для них же. Можно и для любителей, что здесь офигно. Это даже не мое, это просто так получается. я сам преподнес, но я не говорил, что это я придумал. Итак, а дальше вот с этого момента начинается самая страшная ошибка его. Итак, посев косточек от культурных кормесобственных растений сразу в саду. И вот тут собака зарыта, ребята. Если я и он с моей подачи из моих, там будет страшная ошибка, ошибка, может быть специальный обман. Но было бы страшно, получается так. Взяли культурный кормес, где вы их возьмете в магазине, а еще где. Вот немытого есть свои, но это же немытого. На Урале есть супер садоводы. Старство небесного Зинкова. Слава Богу живое Сергей Николаевич. вот такие вот как бы сказать уникальные садоводы. Не так уж нас немного. Дальше получается, что они даже не торговали от меня. Тогда получается, что культурное, видите, культурное. Ну, садите сколько хотите. И даже если без пересадки, как написано, с не нарушенной зароджевской системой, что будет? Она не все равно замерзнет. Вот это я хотел сказать. вот это все не получится. Путь будет якорность, засухоустойчивость это сказки в абрикосах. Делостойкость у культурных это сказки, долговечность это тоже сказки. Вот вот здесь явное преувеличение. И, к сожалению, еще одно преувеличение. На выросших искусств семьях формирует выбранный тип крона. Не надо выбирать тип крона. Оставьте деревья покоя. Вот как рассуд так рассуд. В другом месте все правильно у этого у Ваулина. Посадил и не подходил. Вот. А здесь зачем было это сделать? Вы подставляете гражданину Роулина. Вы подставляете людей никаких культурных косичек, посевов, пересевов. Чего угодно делать. Вначале идет работа. Она называется вегетивной гердизацией. У вас нигде про это ни слова. Вы ограничили себя только семянцем. Вы еще потом у меня выписали еще тысячу косичек. Помните мои условия? Все они должны быть садами. Деревья, которые никогда не были приюты и там не перемешались с геной культурой. Было такое. Это уже потом. Вот. И вот мы приходим к следующему. Я очень доволен вашей работой. А имею для этого отношения давайте еще раз Александр Юрьевич сказал это пишет наш общий друг что не переживает только на ваши абрикосы. А потом еще посмотрите какие качества у моих абрикосов. Он потом их выделил только забыл сказать что не мои случайно. Вот получается вот это все в изеративной почке 38 по отношению уровня 40 килограмм. Потом он порасскажет что другие получали граммы не килограмм. Я даже не оговорился грамм. То есть это была величайшая сенсация но к сожалению в нескольких случаях ошибся. мягко нет ошибся. Вот и все. А по центральному корень который качает большой глубинный антиприз это он поделился моими опытом и знанием с ним это да 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 вот это значит да пересадка только на этом построить открытие смотрите сейчас мы с вами так как долго говорил это было как называть плететь им еще спасибо им этого да и во-либо какое-то себе не спасибо его ошибки вот привели к тому что у меня появилась возможность вмешаться в этот процесс вот никогда никогда посевом культуры кости у нас не будет садов уже без вас все это делалось вы даже не представляете потом будет еще третья серия потому что я потом подключу к этому еще и самого великого садовода Байкалова с его огромными и безуспешными попытками пусть правда в сибири у него даже дикарин нет многим многим годом даже дикари погибали по принципу 100-100 тысяч а вы культурные вот ну давайте заканчиваем первую серию садоводододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододод